Итак, всем привет! Сегодня будем совмещать приятное с полезным. Я почитаю вам тут некоторые сведения, сколько стоит приехать сюда по грин-карте. Мы приехали сюда 10 лет назад, конечно, не все, я уже помню, не все цены стоят на месте, что-то 100% поднялось в цене, и я не думаю, что упало. Но есть люди, которые подсчитали, и вот они приблизительно новые такие подсчеты, еще не устаревшие. Если будут какие-то замечания с моей стороны, если я что-то буду в состоянии помнить или знать, что происходит в данный момент, я тоже расскажу вам эту ситуацию. Присоединюсь. Значит, итак, вы выиграли грин-карту. В лотерее от Государственного департамента США поздравляем, но советуем не расслабляться. От победы в лотерее до получения фактической грин-карты очень длинный и тернистый путь. Детально почитать вы найдете везде информацию об этом, если захотите. А еще процесс оформления документов и переезд точно влетит вам в копеечку, потому что это действительно затратное дело. Человек, который не имеет денег, я даже не знаю, сможет ли он просто сюда попасть, даже по той же бесплатной грин-карте. Вот люди посчитали, во сколько именно это будет стоить. Бесплатно, но важно. После того, как вы проверили результаты на официальном сайте и узнали о победе, вам нужно заполнять иммиграционную визовую анкету, которая называется форма DS-260 онлайн. Для победителей лотереи это бесплатно. Если с момента регистрации на участие в лотерее у вас успел измениться состав семьи, вышли замуж, родили ребенка, то новых членов семьи нужно обязательно указывать в своей форме, вот этой DS-260, иначе вы можете быть дисквалифицированы. Имейте в виду, на каждого члена семьи отдельная форма DS-260. Это важный нюанс. И если вы заполните одну форму на всю семью, то из марафона «Получи грин-карту» сразу выбиваете. Здесь денег, пока мы не тратим. Медосмотр. Пока вы ждете ответа от визового центра и собираете все необходимые документы, нужно прийти в медицинский осмотр. Он является обязательным требованием для победителей лотереи. Прохождение медицинской комиссии нужно для того, чтобы определить, нет ли у вас или у кого-то из членов вашей семьи, заболеваний из списка, ограничивающего въезд в США. В него, в частности, входят заболевания психического характера, активная форма туберкулеза, проказа и другие. Список заболеваний, препятствующих получению иммиграционных виз, вы тоже можете найти в онлайн-сайтах. Комиссию нужно проходить не где угодно, а в специальных сертифицированных центрах, адреса которых можно найти там же, где все остальное. Это список консульских учреждений из США в разных странах, которые могут записать вас на прохождение визового медосмотра. Записываться и договариваться вы должны сами. Госдепартмент или посольство не будут связываться с вами и назначать процедуры за вас. К моменту интервью у вас должен быть пройден медосмотр и сделана вся необходимая вакцинация. цена этой процедуры может быть от 100 долларов до 500, но в среднем составляет 215 долларов с каждого члена семьи, планирующего иммигрировать. отдельно оплачивается вакцинация. То есть, если переехать в США планирует семья из трех человек, супруги с ребенком, то на медосмотр они потратят около 650 долларов. Но опять, цены могут колебаться плюс-минус. Визовой сбор. После этого участников процесса ждет интервью в консульстве или посольстве. На интервью от вас потребуются оригиналы и переводы на английский всех документов, результаты медкомиссии и само приглашение на интервью. На месте в посольстве нужно заплатить визовый сбор 330 долларов на каждого члена семьи. Эти деньги не возвращаются. Виза независимо от того, будет по итогу вам выдана иммиграционная виза или нет. То есть, здесь наша семья из трех человек заплатит еще 990 долларов. Если вы прошли интервью, вам будет открыта полугодовая виза. Именно в течение шести месяцев всем членам семьи либо только главному аппликанту нужно будет выехать в США, иначе виза аннулируется. Теперь давайте считать стоимость переезда. В нее мы включили цену авиабилетов, аренду жилья и стоимость продуктов на месяц. Мы предполагаем, что за месяц новоприбывшие иммигранты смогут найти работу и покрывать свои расходы уже на месте. Итак, перелет. Учитывая то, что процесс оформления документов довольно длительный, мы проверили стоимость авиабилетов на лето 2021 года. Итак, перелет из Киева в Нью-Йорк в июне 2021 года обойдется в 314 долларов. Ну, видно, когда они писали эти цены, тогда еще не было проблемы с COVID-ом, и перелеты были совсем другие, и цены тоже. Так что на это лучше внимания не обращать. Но отталкиваться от этой цены можно 314 долларов, это в один конец когда-то была такая цена. Дальше. Значит, в среднем перелет обойдется где-то в 1050 долларов на семью из трех человек. Разумеется, все это приблизительно цена, поскольку в течение времени она может измениться, кроме того, и захвативший мир пандемии. Ну, вот это, о чем я говорю. Не все авиакомпании предоставляют данные о своих перелетах. Также можно попробовать вылететь из других городов и прилететь не в Нью-Йорк. Эти данные мы привели в качестве иллюстрации приблизительной стоимости билета. Жилье. Мы рассмотрели среднюю стоимость аренды квартиры с одной спальней. Это значит one bedroom. Экономный вариант для семьи из трех человек. В городах куда чаще всего переезжают русскоговорящие иммигранты. Значит, цены за квартиры они тут дают за 2020 год. В Чикаго one bedroom в Иллинойсе где-то 1100 в месяц. В Лос-Анджелесе 1360 та же квартира. в Майами 1090, в Нью-Йорк 2130, в Сан-Диего 1580, в Сан-Франциско 2440, в Сиэтл 1360, в Вашингтон 1300. В среднем выходит около 1400 за месяц. Имейте в виду, что при аренде жилья в США в большинстве случаев необходимо оплатить не один месяц, а два, первый и последний, а также внести залог обычно равной сумме аренды за месяц. Вам его вернут, когда Вы будете съезжать, если Вы ничего не сломаете в квартире. В сводной таблице расходов мы просто указали стоимость месячной аренды без залога и оплаты последнего месяца. но в реальности Вам, скорее всего, стоит добавлять к сумме аренды еще пару тысяч долларов за эти взносы. Тут же стоит понимать, что если выбрать город поменьше и в менее дорогих штатах, то стоимость аренды будет ощутимо ниже, но с поиском работы может быть сложнее. Продукты Департамент сельского хозяйства в США регулярно публикует отчет о средних расходах на питание американских семей. Согласно этому документу многое зависит от возраста детей и взрослых и их привычек в питании. Но в любом случае в семье из трех человек меньше, чем 500 долларов в месяц вложиться не удастся. Ну, здесь я бы поспорила. Можно питаться и дешевле хотя бы первое время. И я думаю, что некоторые семьи так и делают. Из трех человек 500 это значит жировать. Можно чуть-чуть и потянуть ремешки. Так, добавляем сюда транспорт, интернет и какие-то незапланированные траты. Это еще 160 долларов в месяц, подходить к делу экономно. Грин-карта. Победители лотерей приезжают в США по шестимесячной визе и уже на месте должны получить грин-карту. За оформление этого документа организация US CIS возьмет по действующим расценкам 220 долларов. Но ожидается, что они возрастут. Это еще 660 долларов с нашей семьи. Если на момент выигрыша вы уже находитесь в США, то миграционные документы по смене статуса обойдутся вам дороже. но при этом у вас вероятнее всего уже решен вопрос с жильем, работой и вам не нужно никуда лететь. Итак, вам нужно будет заплатить иммиграционный сбор победителя лотереи 330 долларов, а также 1225 за петицию о смене статуса, включая плату за биометрию. Для ребенка в возрасте до 14 лет плата за смену статуса составляет 750 долларов. Если заявка подается вместе с петицией родителей, биометрический сбор не взымается. По итогу получаем суммы, которые мы отобразили в этой инфограмме. Вот они здесь дают все вот эти услуги, которые я перечислила. С одного человека это будет стоить примерно 1600 долларов с семьи из трех человек. Это будет примерно 4200. Опять же, плюс-минус, никто никогда вам не скажет, сколько это будет лично стоить вас. Так что, а стоит ли ехать или не стоит тратить вот эти деньги? Это дело каждого. Я читаю тут некоторые сетях высказывания, что люди живут здесь по 20 лет и живут в таком дерьме, другие живут 15 в дерьмище. Люди, какое вы себе дерьмо нашли в таком и живете? Из дерьма всегда можно сделать конфетку, если захотеть. Говорят некоторые, что страна ужасная, но не думают отсюда никуда уезжать. Если вы будете ненавидеть эту страну, это дерьмо, оно будет вам, извините, вонять еще больше. Зачем себя мучить? Зачем мешать жить себе и окружающим? Правильно? такой человек, которому кажется, что вокруг него одно дерьмо, никому добра не приносит и удовольствия. Если эта страна не для вас, ищите что-то другое, всегда можно найти. Возвращайтесь домой, и это здесь не вы одни, которые это сделаете. Так что ситуация, конечно, меняется. Бывало лучше, бывало хуже, может быть всякое еще впереди, но терпеть не стоит никакие деньги. Лучше цениться в руке, чем журавель в небе. А думайте все остальные. Сможете продержаться, сможете выплыть из дерьма, потому что трудно, это это да. тратьте деньги, если они у вас есть, если нету, одолжите и дерзайте, и все у вас будет хорошо. Главное иметь цель и стремиться к ней с энтузиазмом. Все, всем пока, а я погнала.